Для данного пациента блок был изготовлен, для данной пациентки, и наступил день операции. Объема мягких тканей у нее было достаточно, и врач выбирал дизайн разреза. Он выбирал дизайн разреза таким образом, чтобы было минимальное натяжение мягких тканей в процессе ушивания операционной раны. Это третий сегмент. Дистальный участок нижней челюсти. Дизайн разреза. Естественно, разрез полнослойный. Мы отслаиваем и скелетируем весь адреалер до необходимой нам зоны. В данном случае доктор делал пластику сразу же, чтобы лоскуты были мобильны. Но это, опять же, спорный вариант. Я считаю, что надо делать это позже все-таки, чтобы лоскут не терял питание и не изменялся в размерах. Разбирая протокол, хочу остановиться на следующем. Первая ошибка, которая была допущена врачом, несмотря на то, что мы подробно разбирали протокол, он собирал клетки компактной кости. Поскольку через минерализованную компактную кость сосуды не растут, то эта манипуляция абсолютно бессмысленна. Мы собираем, по сути, межклеточное вещество, в котором единично встречаются старые, уже уставшие клетки. Они уже зрелые, уже сформированы все стенки, у них накоплено достаточно большое количество продуктов распада, поэтому их использовать как остеопрогенераторные совершенно бессмысленно. Добавлять их в костный имплантат при использовании индивидуальных имплантатов, стандартных и так далее, или смеси порошков, это совершенно бессмысленно. Мы используем только клетки губчатой кости, которые имеют прогенераторный потенциал, и еще молодые, незрелые, и способны активно делиться и пролиферировать. Вот так вот выглядит изготовленный блок. Кажется, что он хрупкий, на самом деле он достаточно прочный. Донорская зона, которая была выбрана, тоже долго анализировалась. Мы сначала думали, что это будет пяточная кость, потом мы решили, что это будет все-таки головка бедра, поскольку эта кость выдерживает всю массу тела человека на протяжении всей жизни. А также костная ткань не образуется вторично, то есть изначально там хрящевая ткань в головке бедра. Еще одна причина, по которой был выбран именно этот донорский участок, это то, что там кость уложена слоями, и она формируется вот такими вот округлыми сферическими слоями, что также будет влиять на стабильность блоков в долгосрочной перспективе по мере его замещения. Блок отлично смачивается кровью, он изготавливается по той же технологии Леопласт, что и все материалы. Единственное отличие является более длительный период отмывки, поскольку головка бедра более плотная. Ну и, конечно же, размер донорской зоны, который позволяет изготовить достаточно большие по протяженности и размеру блоки. По сути, мы ограничены размером 4х4х2 см. Для стоматологии и хирургии оральной это, конечно, очень большие размеры. Чаще больше 3-4х зубов, в принципе, не идет речь о замещении большего объема. Но это раскрывает потенциал для челюстно-лицевой хирургии, лор-хирургии и других видов хирургии соединительной ткани, где могут замещаться дефекты подобного размера. По хирургическому протоколу подразумевается следующим образом. Блок в сухом виде фиксируется. Мы сразу примеряем блок для того, чтобы убедиться, что он подходит. Что это блок этого пациента. Бывают различные ситуации. Человеческий фактор тоже невозможно исключить. Мы проверяем блок сухим. И сразу же сверлим через него отверстие под будущие винты, которые будут фиксировать блок к альвеолярному отростку. Когда мы уберем блок, то на альвеолярном отростке будут четко визуализироваться отверстия. Но вот здесь не очень показательная картинка. Будут четко визуализироваться отверстия, в которые мы фиксируем блок. И в дальнейшем, пока ассистент готовит блок, смазывая его различными факторами, врач готовит принимающие ложи. На данной картинке я останавливаюсь по следующей причине. Вот здесь недостаточное количество отверстий. И они очень большого диаметра. Подготовка принимающего ложа, как и обычно, при использовании концепции MixMax, при использовании материалов лиопласта, подразумевает три этапа. Первый – это частичная декортикализация. Оценивая соотношение компактной кости к губчатой, мы определяем, нужна ли нам частичная декортикализация или нет. Если у нас миллиметр компактной кости, а остальное – это губчатая фракция, в смысле, да, губчатая кость, то, в принципе, нам и не надо ее частично декортикализовать. Мы можем фрезой просто один круг, один тур пройти туда-обратно. Это будет вполне достаточно. Второй этап – это повреждение клеток глубоких губчатой кости. Выполняется это также либо фрезой, либо тонким сверлом, либо пьезоаппаратом. Это, по сути, начеркивание продольно-поперечное на той площади, куда будет прилегать индивидуальный имплантат. И третий этап – это глубокое сверление принимающего ложа до полусантиметра в глубину, погружая сверло в губчатую кость. Для первого – создание многократных перфораций в компактной кости. И третье, вернее, второе – это сбор клеток губчатой кости, остеопрогенераторных, которые мы используем в протоколе. Сверло погружается на глубину до полусантиметра, подача воды выключается, и на малых оборотах, примерно 100 оборотов в минуту, мы собираем клетки губчатой кости. Исходя расчетным методом, было определено количество, что 200 клеток необходимо на 1 кубический сантиметр, для того, чтобы при восстановлении баскулиризованного сосудистого питания эти клетки могли образовывать костную ткань прямым методом и замещали бы этот объем как по учебнику в течение 5-6 месяцев с формированием замыкающей компактной пластинки к 7-му месяцу. Расчетным методом определено это количество, это примерно 200 клеток. По сути, это 4 сверла. Или если врач работает костной ловушкой, то в данном случае тогда тоже будет удобно собирать клетки губчатой кости. Мы выдерживаем клетки в капиллярной крови, которая собирается с первого разреза шприцем, или если принимающая ложе, то есть операционное поле, хорошо крови, и тогда мы собираем это в рамках операционного поля. Блок примеряется, блок садится в одно единственное место. Это смесь деминерализованного порошка компактной кости, вот эти мелкие частицы. Мы их используем как фактор роста или как стимулятор роста. Он содержит морхогенетические белки и вызывает миграцию клеток иммунокомпетентных в операционное поле для ускорения, регенерации, запуска клеточных процессов. А это клетки, которые были собраны врачом. Лучше, чтобы эти клетки были губчатой кости, поскольку они действительно содержат все эти факторы и выполняют функции, которые нам необходимы в данном случае. Этой смесью деминерализованного порошка и капиллярной крови мы смазываем блок снизу примерно на 10% по объему. Для чего это необходимо? Чтобы после фиксации его к капиллярному отростку через отверстие, которое мы насверлили многократно, привлекался рост сосудов. А морфогенетические белки, которые вызывают миграцию клеток, способствовали превращению их через генерацию мезонхимальных клеток в клетки эндотелиальные. И при хорошем окружении, при росте сосудов, у нас также бы кость образовалась прямым методом, прямым способом на клетках губчатой кости, которые находились в объеме этого костного блока. После этого блок фиксируется и сверху смазывается смесью деминерализованного порошка компактной кости в капиллярной крови и живых клеток. Также примерно на 10% равномерно размазывается. Это необходимо для того, чтобы... Первое... У нас надкосница будет первым методом активирована за счет скелетирования острым методом скальпелем, поскольку максимальный объем надкосницы сохраняется на слизистом скальпиничном лоску террас. А второй момент, что деминерализованный порошок компактной кости также стимулирует и активирует надкосницу. А клетки живые губчатой кости, которые там содержатся, способствуют образованию компактной кости в самой проблемной зоне риска. Это в зоне прилегания слизистом скальпиничного лоска к поверхности индивидуального имплантата. Это работает все не только для индивидуальных блоков и при пластике направленной тканевой регенерации. Ну вот здесь вот доктор тоже, он зачем-то брал минерализованный порошок. Операционная ратная рана была ушита. Спустя 4 месяца мы делали компьютерную томографию, поскольку у этой же пациентки планировался индивидуальный имплантат в четвертом сегменте. Ну швы у нее все были сохранны на ранних послеоперационном периоде, осложнений никаких не было, ткани имели бледно-розовый цвет, в общем, весь период заживления протекал отлично. Мы сделали компьютерную томографию, и первое, конечно, что нас интересовало, это зона, в которой был уже блок установлен. Что-то такого удивительного здесь, на самом деле, мы не увидим. И это абсолютно нормально. На что я хотел бы обратить внимание, вот здесь видна, вот в дистальном совсем, в области проекции 7 и 8 зубов, 37 и 38 зубов, толщина компактной пластинки. Вот на нее я хотел бы обратить ваше внимание, а о ней пойдет повествование дальше. А так, в принципе, через 4 месяца что-то здесь искать достаточно рано. Блок частично рентгеноконтрастный. Структурно выделимых элементов здесь нету. Можно найти зоны, где происходит истончение компактной кости принимающего ложа, идет частичное объединение губчатой структуры индивидуального блока с губчатой структурой альвеолярного отростка. Но говорить о том, что здесь что-то уже там растет или активно, да, конечно же, процессы там активно идут. Но, как вы видите, да, здесь качество тоже не очень высокое, поскольку это скриншоты с компетентной томографией. Но говорить о том, что там что-то такое уже выросло, в принципе, рано. Но для нас это было интересно, вот с какой позиции. Мы могли же также построить модель, как мы это делаем обычно, и подробно рассмотреть, что же мы видим. Поскольку программа видит хорошо минерализованные участки, да, и как бы недостаток этой минерализации является отказом при выборе данного метода, мы можем видеть следующее. Программа видит только те зоны, которые минерализованы, но не значит, что в остальных промежутках отсутствует костная ткань. Мы наложили объем блока, но все-таки, да, компьютерные технологии дают очень хорошие возможности для анализа и последующей оценки результата, а также на промежуточных этапах, как в данном случае. Что мы видим на данной картинке? Вот это проекции винтов, которые были установлены, а вот этот костный рисунок повторяет то, как росли сосуды. И можно сказать следующее, что здесь сосуды проросли, поскольку идет активная минерализация, 85% питания происходит со стороны принимающего ложа, а 15% со стороны слизистого надкосничного лоскута. Это открытие еще 30-х годов, 20-го века. Данная картинка, в принципе, их тоже подтверждает. Ну или, во всяком случае, не опровергает. Но можем обратить внимание на следующую зону. В области дистального винта два сосудистых анастомоза объединились в один, что говорит о том, что здесь питания недостаточно, и можно прогнозировать усадку в области дистального винта уже на данном этапе. Причиной тому является нарушение протокола хирургического. в процессе выполнения операции установки блока. А последствия мы отсмотрим уже вплоть до полуторалетней давности. Прямо сейчас. Поэтому что мы можем говорить? Вот этот костный рисунок повторяет то, как расты сосуды от принимающего ложа весь объем костного имплантата. Мы можем сопоставить это зоны. Эти зоны, ну конечно мы видим, да, что есть плюс ткани, очевидно. Продолжение следует...